Всем привет! Вы на канале Мария Пьянин. И сегодня у нас будет вопрос-ответ. Нам бабуля будет задавать вопросы про неё, а мы будем отвечать. Короче, сегодня мы узнаем, знаете ли вы свою бабулю. Вот так. Вопросы будете, ответы будете записывать на листике, на доске своей. А потом я буду вам говорить правильный ответ. Всё, приготовились? Да. Поехали. Первый вопрос. Я когда-то была такой же маленькой, как и вы. Но у меня уже была мечта. Я хотела кем-то стать. Очень хотела. Это вообще сложно. Очень хотела. Я знаю. Всё, время пошло. Кем я мечтала стать в детстве? Я думаю, что как бы мама. Нет! Сейчас. А можно по-моему? Нет, один. Как это такое пестик? Пестик. Я думаю, что... Я наберу. Не думаю, что так. Написали, да? Хорошо. Показывайте свой ответ. У меня парикмахерская. У меня парикмахерская. У меня ветеринар. У меня парикмахерская. Парикмахерская. Так, у тебя вет... Норм certo. С кем? ВЕ... все короче не одна не вторая не знаете хорошо а кем я вообще была я работала учителя и мечтала всю жизнь быть учителем вы не угадали вот мой минус минус вот теперь будете знать а то придумали ветеринар вот здесь каждый сам себе ставит не надо ставить каждый себе ставить маленький минус вопрос номер два уже по-настоящему вот сейчас если бы у меня был такой вариант покататься на велосипеде на машине и на лошадке что бы я выбрала я знаю я тоже думаю я знаю все я написал у меня лошадка меня тоже у тебя лошадка лошадка красиво написано можно показать чтобы потом на память нам осталось лошадка нет неправильно какая лошадка же вам сказала вот сейчас я в своем преклонном возрасте всякого лошадку я же уговорила сейчас чтобы я села на лошадку и отбила мне лошадка всю попу или на велосипеде чтобы я загремела конечно машина короче все не знаете бабулю я слушайте внимательно вот послушайте это опять таки про теперь не в детстве а про теперь вот если бы я могла выбрать делать то что вот я хочу течение дня ну вот например вас дома никого не это мне думает делай что хочешь вот чтобы я сделала я знаю что сейчас знаю значит может как-то вы одинаково отвечаете и одна это пишет и другая все понятно давайте покажем что вы написали смотрела кино смотрела кино смотрела фильм а вот и не угадали потому что у бабуле ответ наводила бы порядок дома и красоту вот вашего вам это кайли наводишь порядок и всегда говорить что я устала но тем не менее вот вы ушли выходной день я одна была никого дома не было я как встала утром в ночнушке еще не переодевалась в это время я успела помыть кран пробить канализации ну в общем кухню все перебрала ладно все бабуле не знаю что ты можешь только когда мы приходим ну вот теперь вы знаете что бабуля когда одна дома самое хорошо опять таки про теперь я не знаю может и детстве тоже такое было вот про теперь если бы вот мне сказали выбирать что ты хочешь сделать помыть посуду убрать ванную комнату или пропылесосить вот какую бы работу я выбрала знаю посуду мыть уборка ванной пишите посуду ванная или пылесос вот так пишите какое слово вы выбрали как это писать что ты хочешь сказать пылесос все все знают пылесос и это же короче вы решили что я пылесос возьму нет девочки опять таки не угадали почему потому что пылесос взять вверх мне тяжело у меня спина болит мне это ходить с пылесосом нет это не для меня значит убрать ванную помыть посуду помыла бы посуду да? да конечно я хотела написать я люблю мыть посуду ну хотела кто ж тебе мешал ладно девочки вот пятый вопрос теперь уже кулинарное искусство скажу даже не искусство а как бы поедание этого искусства вот например если бы в течение всей жизни тебе сказали вот выбери какое-нибудь одно блюдо которое бы ты ела в течение всей жизни больше выбрать нельзя там яйцо например сметану бы ела каждый день колбасу хлеб суп вот что бы я выбрала из всех продуктов? из всех любые продукты какие вы знаете я думала вариантов нет все все блюда такие вот это я написала ну я уже написала ты написала не подглядывай я уже видела ну может надо было вам дать подсказку там типа из трех ну ладно уже подумайте так я очень думаю что это вот вот это то что вы сейчас увидите итак я вы покажите что вы написали что? хлеб ну показывай я суп потому что суп много есть раз а у меня хлеб с соломоном хлеб с соломоном ну это уже неплохо хлеб с соломоном у меня суп я в парнике кушала я очень не выиграли но мы еще не выиграли никто при чем ладно как то? хорошо следующий вопрос номер шесть вот как вы знаете бабулю свою ответьте люблю ли я сюрпризы? эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Нет, почему нет? Екатерина написала «да». На этот раз выиграла Михаил, потому что я сюрпризов не люблю. Я люблю все, что продумано. Так нечестно, Михаил знает. Откуда она знает? Она знает бабулю больше, чем ты. Бабуля меня знает, ой, Михаил знает уже 11 лет, а ты только 16. Ну, это я позже раз родилась. Да, да. Вот в 11 лет ты тоже будешь знать. Хорошо. Теперь такой вариант. Легкий-легкий для вас. Окей, я угадаю. Я дам вам подсказку. Ну, три варианта будет. Ладно, для вас. Вот вечер наступил. Свободный вечер. И говорят, выбирай, что бы ты хотела сделать. Посмотреть кино, съесть. Почитать книжку. Или сходить к родственникам Кусти. Я знаю. Что бы я выбрала? Я думаю, за корону ты бы никуда не пошла. Ты пиши. Не важно, корона или корона. Да. Ты пиши. А там увидим. Всё, я написала. Показываем. Кену. 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 Ну, а, и, ну, зато написала фильм. Правильно, девочки. Ставьте себе покушку. Мы почти каждый вечер смотрим. Ходить в гости, это не моя стихия. Как бы я не любит. Я не люблю ходить в гости. Для меня это... Что, я угадала? Да. Я угадала. Уходят два плюсика. Нет, у меня один. Ты же просто рада, ну, да. Ой, я проспала. Мнижку я ещё могла почитать. Я проспала. А, у меня четыре минуса. Вот слушайте дальше. Следующий вопрос. Вопрос номер восемь. В общем-то, девочки, нифига вы меня не знаете, оказывается. Живём вместе. Каждый день видимся. Каждый день я вас целую, а вы меня. Говорим, доброе утро, спокойной ночи. Такие все, ой, бабуля, бабуля. Они знаем друг друга. Так, ладно, восьмой вопрос. Последний? Нет. Последний. Вот как вы думаете, что бы я выбрала? Мне голос сверху какой-то говорит. Выбирай. Или ты выиграешь крупную сумму телек. Ну, что ты лучше хочешь? Выиграть крупную сумму денег или иметь хорошую на всю жизнь работу? Что бы я выбрала? Я знаю. Пишите. Хорошую работу по работе. Работа или деньги? Я думаю. Если хорошая работа, то и деньги большие. А как это писать? Что? Д. Д. Домик. Пиши-пиши, чтобы это сохранилось. Так? Нина? Да. А что дальше? Легкий знак? Угу. Не думай так сильно, поэтому будет он лучше писать. Ладно, показываем, что вы выбрали. Я выбрала работу. Далька выбрала работу. Деньги. А ты деньги. Потому что деньги это вообще прикольно. А работа там тоже можно зарабатывать. Не, ну если работа хорошая, то и деньги хорошие. А вы, ну деньги сразу закопите, это вообще вау, а не работать. Хорошо ты деньги вот сразу получила и пошла растратила их. Больше денег нет. И работы уже нет хорошей. Все, отиск. Садись. Девятый вопрос. А, работа? Легко, иди там дверь закрыли. Смотрите, какой формат. Хорошо, потому что она хлопает и хлопает. Вот это хорошо пишет. Хорошо, неважно. Чем я люблю заниматься? То есть мое хобби. Чем я увлекаюсь? Ну, помимо работы, помимо мытья туалетов, готовка на кухне, это не хобби. А хобби это то, что для души, то, что я люблю делать. То, что мне нравится, то, что меня выделяет среди других. Супарик, не все. Можете писать все, что знаете. Мое хобби. Чего? Отдыхать. Отдыхать. Хорошо. Хобби это не отдыхать. Ну, ладно, показываем. Что, Михалечка, у тебя? Рисовать с тарелкой. Ну, а у... Про это есть две части видео. А у Лии отхат. Ну, это в переводе на русский означает отдыхать. Ну, если учитывать то, что Лия вообще не угадала. Михалечка написала, рисовать с тарелки. Ну, у меня есть еще хобби. Как он? А! Блогерство. Я забыла! Карты Таро. Я не только тарелки рисую, а картины. Ну, карты эти. Так что, вязать люблю, шить люблю. Но ты не шьешь и не вяжешь. Ну, да. В последнее время это ладно. Ну, не достается плюсик? Да. Остается, потому что ты хоть что-то написала. Да. Десятый вопрос. Вот у меня спрашивает. Бабуля. Или, скажем, мама спрашивает. Какой ты подарок хочешь получить на день рождения? Я знаю. Вот выбери. Я знаю. Послушай, я дам три варианта. Так это знаешь. Даже два. Какой бы ты подарок хотела получить? Сходить в спа, сходить в ресторан или попутешествовать по стране? Я знаю, но это не из бабулиных вариантов. Это не из бабулиных вариантов. Это я сама знаю. Не, надо с вариантов. В смысле? Вот те варианты, которые я сказала. Спа, ресторан. Ресторан. Я помню. А Бабуля выбирает спа. А мама знает лучше всех. А Бабуля, я знала, что вы идёте в спа? Я думала, что это все. Нет. Почему? Я бы шли, бы мы не шли. Я всё равно. Бабуля каждый год выбирает спа. Я спа выбираю. Почему у меня один плюс? Ну, потому что ты совсем не знаешь бабулиных. Ну, потому что я позже родилась. Всё, давай. Потому что ты ещё маленькая. Давай дальше, одиннадцатый. Следующий вопрос. Одиннадцатый. Вот, например, в доме есть домашнее животное. Кошечки, собачки. Ну, у нас это кошка. И рыба. Назовите две проблемы содержания домашнего животного. Я знаю. Две хотя бы назовите. А можно? Две, я попросила две. Сколько назовёшь? Хотя бы. Хотя бы. Подсказываю я тебе руку и скажу, какую руку. Не с че. Не с ше. А что ты пишешь, кошка? У меня одно есть. Я думаю, что... Что это? Кошка туалет. С туалетом проблемы. Что туалет нужно убирать, да? Так. Ну, это тоже песок у тебя. Это туалет. И шерсть. Ещё ты пишешь? Шерсть и песок. Всё. Всё. У тебя один только кошкин туалет. А ты написала два. Ну, в принципе, тогда у Михалия два плюсика. Потому что если... Ей я только один написала туалет. У меня, конечно, уборка шерсти. Имеется в виду наша кошка. Персидская. Я ещё не убыдала. Не, ну поставь один плюсик, а Михать два плюсика. Не, мне не считают. Почему? А я... Ты ж узнала, кошка туалет. Это да. Двенадцатый вопрос. Вот собралась я ехать в путешествие куда-то. Ну, пришла в топ-бюро. Меня спрашивают. Ну, куда угодно. Куда угодно. Они говорят, какой вид транспорта вы хотите выбрать. Что это транспорт? Транспорт это, ну... Куда хочешь лететь? Нет. Чем ты хочешь? Самолётом лететь? Машиной. Машиной. Поездом. Или, например, по воде. Теплоход, предположим. Полететь. Самолёт. Поезд. Машина. Автомобиль. И теплоход. Сразу понятно. Кому что понятно? Мне понятно. Ну, пиши. Что это? Так будет плюсик тебе. Теплоход, ну, по воде. Карак. Что это за буква у тебя такая? Уже второй раз не пишешь. Разве на оборот? Ну, конечно. Ого. Надеюсь, я победила. Ну, давайте. Показывайте, что вы выбрали. Михаил говорит. Корабль. Алия. Самолёт. Самолёт. Ну, точно не корабль. Точно не корабль бабуля воды боится. Самолёт? Ну, не очень. Я бы выбрала поезд. Я бы выбрала поезд. Это надёжно. Это интересно. А ты нам вообще никогда не говорила, что ты в воде боишься? Боюсь я воды. Почему я никогда не еду? У меня даже в море не заходит дальше. Ну, в водное путешествие я никогда... Сколько дед просил, давай круиз, круиз. Я говорю, без меня. Не люблю я. Мне страшно на воде. А вот поезд я бы выбрала. Это более надёжный вид транспорта. И вот если как в России мы когда-то путешествовали, скажем, ехали несколько дней в поезды, ночевали в поезды, ехали. Там интересно было, смотришь, новые там места, потом на станциях каких-то поезд останавливается, выскакиваешь. Там сидят бабульки, продают варёную кукурузу, продают там всякие семечки, продают какие-то лепёшки. Ну, всё что угодно. Покупаешь, покупаешь, там уже к югу подъезжаешь, там уже смотришь, пошли персики, абрикосы, вишни. А у нас ещё этого нет. И мы это всё... А в поезде уже там каждый свою еду разворачивает, как пикник. В общем, это классно. Хорошо. Торсики ставили поднятики. Ага. Всё, мы сейчас ими. И дальше. Что у нас дальше? А, минус. Давай так. Вот, например, такой вопрос. Мне сказали, Для тебя в ресторане заказан столик на четыре человека. Ты можешь выбрать кого угодно, с кем бы ты пошла обедать. Четырёх человек. Ты должна с собой взять четыре человека. Как вы думаете? Кроме тебя. Ну да, я ещё приглашаю четверых. Кого бы я... Так это все мы. А может, я не хочу с вами идти. А можно и мы с вами? У Михаила даже вопросов не было. Так это же все мы. Не, ну мы просто четыре. Мама, я здесь делаю. А может, я бы позвала Нину. Может быть, я бы... Может быть, я бы... Конечно, мне же не сказали, кого ты из семьи возьмёшь. Кого ты хочешь. Может, я полега пригласила. Или меньше. Я знаю, что... Мы там что будем делать сами. Тогда я знаю. Какая разница, что вы будете делать? Кого угодно. Кого бы я позвала. Четыре человека. Ой. Что ещё? Что ещё? Четвёртого. Я не знаю. Я не знаю. А, знаю. Да, выбор небольшой, конечно. Бабуля. Бабуля. Ответы самые неожиданные. А ты думаешь, кого я одного? Нет. Кто окажется правым? Вы должны записать четверых. Ну, показывайте, кого вы выбрали. Так, Лия. Луда. Мама. Нина. Феликс. И Луда. Луда это кто? Люда. Соседка, да? Ю. У меня Нина, Люда соседка. Ира мама наша. И Вика с работы. Больше у меня никого. Вика с работы. Я не знаю, кто мой. Но кого? Кто? Кого бы я выбрала? Маму Иру, Михалечку, Лилечку и дедушку? А? Бабуля, ты Михаля обманул? Почему я обманул? Я просто пошутила, что Михаля вопросов не было. Так нас же четверо. Ну, то есть ты правильно сразу думала? А потом... Так можешь засчитать ей вот такие плюсы? Нет. Ладно, ладно. Нет. Вот теперь такой вопрос. Я думала. Вот прилетела ко мне добрая фея и говорит. Маша, Машенька, ты такая вот трудяга. Ты такая вот красивая женщина. Ну, что бы ты вот хотела поменять свои внешности, я тебе сделаю. Вот, я знаю. Что? Я знаю, я знаю, я знаю. Одну только деталь. Вот ты можешь изменить. Я знаю. Ну, скажем, глаза поменять цвет. Нет. Или волосы, скажем. Я скажу, Машенька, ты такая красивая. Что тебе не нравится, что мне не нравится в моей внешности. Все, я знаю, это точно, это точно это. Я не знаю. Это точно это. Не миши, не знаю. Это точно это. Ладно, я что-то пишу. Это точно это. Я не показываю пока. Покажи, у меня все записано. Ну, она пишет, не знаю. Так. Показываем. Я вообще не знаю. Сначала на камеру. Не знаю. А что на камеру я не видела, что Михаил написала? Зубы, точно. Я знаю, это точно. Я не знаю. Правильно, Михаил. Ну, все-таки, что значит старший человек. А ты, мама, знала ответ? Конечно. Конечно. Я думала волосы. Ну, так надо было вписать волосы. А волосы что, красивые? Я очень хотела волосы, когда-то другие. А теперь, ну, ничего, нормально. Я вообще не знала. Так, продолжаем. Или еще как? Про зубы я вообще не думала. Ну, вот. Потому что у тебя вот зубов нет во рту. И тебя это так устраивает. Я не знала, как зубы вообще можно менять, если больно вырывать. Нет, не вырывать, ничего. Она волшебница. Она прилетела вот так вот дотронется. И сразу все поменяет. Нет, такого не бывает. Так, все, поехали дальше? Да. Я тебе написала правильно. Хорошо, девочки. Продолжаем? Да. Так, что мне остается? Пока ничего. Минус. Можешь плюс поставить, потому что ты ничего не поняла в этом вопросе. Ага. С этой. А вот я написала. Можно продолжать? Да, продолжаем. Так. Слушай, вот каждый человек, можно его как бы характеризовать как животное. Правда? Да. Вот этот человек напоминает вам того животного. И каждый человек сам себя ассоциирует тоже с каким-то животным. А, я знаю, кто. Вот с кем ассоциирую я себя? Да, я знаю, у тебя на вотсапе это стоит. Да? Так, Михаил уже лопчит. Все. Ну, не честно, она же откуда-то видит. Ничего она не видит, она просто думает. Вот на какое животное я похожа. Подожди. Вот как я. Обычно, обычно не улыбайся. Посмотри. Нет, не внешне, а вот внутренне. Вот как бы я осознаю себя. Вот собака я, кошка, свинья, корова, верблюд, лев, овечка. Больше всего тут похоже. Вот у тебя здесь есть эти даже. Ну, показывайте. Короче, я в глазах Михальки, я лошадка. Я сейчас сошиюю лошадкой. А Лея лягушкой. Ну, какой правильный ответ. Лошадка, конечно. Потому что они на WhatsApp стоят. Ну, и потому что я себя ассоциирую с лошадкой. Поэтому и поставила. Хорошо. Я не знаю, я бы у тебя на WhatsApp стоят. Если у меня там маленькая. Когда ты ей хочешь что-то переслать, там есть такая лошадка. Маленькая лошадка. А ты, мама, знала, с каким животным я себя? Конечно, знала. Такой трудоголик и такой. Лея, ну давай мы снимаем. Так вот, девочки, а теперь помогите мне. Я сама толком не знаю. Вот тоже приходит волшебник. Красиво ты ответила. Правильно, здорово. Ты хорошо? Нет. Каждый раз мне как-то получают прыжки, а я только мимо. Ничего страшного. Ты еще маленькая, ты не знаешь еще бабулю. Вот, смотри. Так, давай. Вот скажите, что бы я выбрала? Или быть умной, или красивой? Вот приходит ко мне добрый волшебник или Всевышний говорит. Вот так, Мария Николаевна, выбирай себе. Или ты умная, или ты красивая. Что-нибудь одно выбери. Два нельзя. Умной и красивой быть нельзя. А вот одно что-то можешь выбрать. Я вам покажу. А ты мама подумала? Умная какая же еще? Что, Михаилинка? Умная. Михаиля, умная. А ты Леечка написала? Красивая. Красивая. Молодец. Поздравляю тебя, Плюс заработала. Я хочу быть красивой. А, Вань, когда мы смотрим, давай пожелимся, там такие все надутые. Ну, не такой. Я по-настоящему красивой, бы тебя ж не говорила уродливой этой кря-кря-кря. Ты думала это сделать? Не, ну, если они так думают. Хорошо. О, теперь вы точно знаете. Какой мой любимый цвет? Или оттенки, неважно. Ну, основной цвет, скажем. Ну, Михаил знает, я не помню. Нет, я тоже не помню. Можно один? Один? Ну, оттеночек можно. Я думаю, вот это. Ну, не розовые же. Нет, не розовые. На, да. Ж. Ну, да, уже понятно. Лена писала оранжевый. Показывайте. Зеленый. Показывайте, как вы написали. Я до конца не написала, но понятно. Да, вот так, чтобы вы надеялись. Хорошо, девочки. Ну, скажем так, ни один, ни другой. Михаил очень близко. Зеленый, да. Бирюзовый? Я зеленый, люблю бирюзовый. Ну, вообще-то мой цвет синий-голубой. Это я очень люблю. Я люблю бирюзовый синий и голубой. И я люблю бирюзовый. Ну, вот это оттенки, я говорю, не только прям. Темно-синий все. Ну, какие оттенки. Вот, хорошо. Теперь, наверное, еще такой вопросик вам задам. Последний. Последний? Почему? А больше нет? Слушайте вопрос. Вот как вы думаете, чему я больше обрадуюсь? Ну, скажем, у меня скоро день рождения, но день рождения. Обычно дарят что-то. Вот что мне больше понравится? Если вы придете с букетом цветок или цветок в горшке, вот который на балконе я выращиваю, вот чему я больше обрадуюсь? Что мне больше нравится? Букет цветок или цветы в горшке? Показываю. Леечка написала букет. Букет. Да, и букету я обрадуюсь. Но в горшке, когда будет цветок, я обрадуюсь больше. Но ты его сама будешь посадить. Могу. А вот букеты цветов я не люблю, особенно. Ну, так себе. Они... Не плюсы? Не плюсы, да. А Леечка? Леечка, но мне не поляка дала. Хорошо. И последний вопрос, девочки. Потому что больше вопросов у меня нет. Последний вопрос. На какой возраст я себя ощущаю? Ну, то есть, не будем называть уже, сколько мне много-много-много лет. А тебе много-много лет? А что? А тебе всего? А это немного? А вот как ты думаешь? Вот я ощущаю себя на сколько лет? Я думаю... Я думаю... Михалечка, покажи, что ты написала. Ух ты! Ну, вы почти одинаковы. У Михальки сорок, а Леечка написала тридцать девять. Ну, немножко уже у меня, конечно, ну, близко. Я на сорок пять, скажем. Ладно, ставьте одна и вторая плюсики. Это же примерно всё. Так это всё в этом аскетте. Ну, всё, мои дорогие. Всё, мои хорошие. Спасибо. А какой правильно? Сорок пять. Вот, и вам есть куда расти, потому что бабулю вы ещё и не очень хорошо знаете. Это я брала такие вопросы, которые мне показались интересные и лёгкие. А если ж я глубже копну, как вы будете? Будем продолжать эту игру? Да. Если вы хотите вторую часть, набирайте тридцать лайков. Только я не буду играть. Ты самая главная часть. Потому что у меня только минусы. Ну, значит, о чём это говорит? Ну, я минусы не ставила, у меня тоже минусы нет. Что ты не знаешь бабулю? У меня только четыре. Леечка, за это время мы с тобой познакомимся. Каждый вечер ты будешь у меня что-то спрашивать. Или я буду тебе рассказывать о себе и будем узнавать. А то получается, что вы и не знаете бабулю. Ну, что ж. Спасибо за работу. Подождите. А чего ждать? Вы говорите, а я напишу что-то. А, ну и пиши. Короче. Кому понравилось видео, ставим лайки. Как отлично подписывайся. Пишем комментарии. Пишем комментарии обязательно. Подписываемся на мой канал. Я Мария Пьянин. Не перепутайте ни с кем. Мария Пьянин. Всё, у вас есть телевизор, что ли? Если у вас есть телевизор, то что? Завис телевизор. А, если у вас есть телевизор. Ну, Илеечка вам что-то хочет не сказать, а написать. Она у нас ещё только-только учится писать. Читает она уже хорошо. А писать, конечно, ей на русском языке очень тяжело. Зато она у нас по ивриту хороша. Подписывайся. Подожди, не рассказывай никому. Я ещё что-то говорю. Хорошо, хорошо. Давай. Минуточку терпения. Будет очень интересней. И, конечно же, ёшка. Сейчас мы тебя покажем зрителям. Вот, смотрите. От неё у нас очень много шерсти. Да я с ним. Иногда у неё песок сваливается. Всё, не пойду, убери. Всё, вот. И заключительный. Я, подписывайтесь, не смогла написать. И всем пока. Пока.